всем привет добро пожаловать на канал royal fish tv и сегодня у нас вторая часть мини лодки подшил я весь наружный ободок перевернул лодку и приступлю к основанию пола и начну я вот с такой вот растяжки с 1 я уже пришел один конец там и вот сюда ну что пришел и выглядит это так теперь будем делать натягивать точнее вот отсюда сюда и так 3 две из трех готова подшивая складываю вдвойне их и тогда зашиваю продолжаем ну что выглядит это как-то так поставил я горизонтали еще вот с одного угла обвел между средней и сюда и также со 2 я думаю что в этом моменте уже можно снимать стропы лодка должна держать форму как-то так вот так вот сверху выглядит база для дна готова возвращаемся к ободкам кстати забыл сказать может уже сами догадались ободки нам нужны чтобы когда мы лодку спустим и будем накачивать заново чтобы она держала форму вот такие же будем делать сверху и я не знаю буду ли я делать снизу так как там уже дно держит но изнутри я думаю что я пущу все таки тоже так что так ну что ребятки когда все стропы установили можем переходить к изготовлению чехла защитного чехла для этого нам понадобится веревка под размер вот этих вот заклепок и даже не знаю как неправильно называются заклепки ножницы молоток и водонепроницаемый материал вот так вот вот так вот вот так вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Материал оказался меньше, но я такой... Да, я же его растяну, почему нет, конечно. Смотрите. Короче, такой ужас получился просто. Кошмар. Спереди, сзади нормально все по высоте. В принципе, даже чуть выше должно было быть. Где-то досюда. И по бокам точно так же. Потому что завтра поеду в магазин. Купать новый кусок. Материал. Буду делать заново. Ну что, косяки бывают. Ну, в принципе, задумку теперь вы увидите с чехлом. Как оно должно быть. Точнее, как оно не должно сейчас быть. Так что вот так вот, ребят. Что, спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить речью и часть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok